Историко-культурный центр первого президента Казахстана, лидера нации Атамикен, все больше привлекает внимание казахстанцев и зарубежных гостей. За три месяца со дня открытия музейный комплекс в Алматинской области принял больше двух тысяч посетителей. Частные инвесторы, принимавшие активное участие в строительстве комплекса, также решают и социальные вопросы местных жителей. Владимир Бовкис обо всем по порядку. Четыре зала отражают основные вехи истории первого президента. Здесь собраны уникальные экспонаты, включая вещи из домашней коллекции главы государства. Частые гости здесь – иностранцы. С начала года в историко-культурном центре Атамикен побывали больше двух тысяч человек. Нам приезжают дети со школы, взрослые, со всего Казахстана, также из-за границы, из Украины, из Турции, из России приезжали люди, специально, чтобы посмотреть наш центр. У нас особый экспонат – это личные вещи президента, рабочий стол президента, также его рабочий костюм, который он одевал когда-то, вот один из первых костюмов, также личные вещи его матери. И макеты, да, вот его дома, школ. На малой родине Елбасы в поселке Шамалгане забывают и о социальной ответственности бизнеса, о людях, которые находятся под опекой государства. Уже полностью заселён коттеджный городок из 17 домов, возведённых на деньги частных инвесторов. Чингис Мустафаев – инвалид первой группы по зрению. Вместе с супругой воспитывает двоих сыновей. Ключи одного дома получил в октябре 2017-го. Когда вот по синоптике передавали, что вот такие-то морозы, там, в пределах до 30-35-40 градусов, честно говоря, думал, что будет холодно, могут батареи не выдержать или что-то вроде этого. Нет, дома было очень тепло, уютно. Честно говоря, вот этих морозов, честно сказать, мы не почувствовали в доме. В местной администрации уверены, что пример социальной ответственности бизнеса в посёлке Шамалган послужит стимулом для предпринимателей из других населённых пунктов. Владимир Бовкис, Валентин Лобанов, Алматинская область, Хабар-24.